Мы современные и свободные, у каждого из нас есть свое мнение. Но почему-то многие до сих пор живут чужими предрассудками, стереотипами. Здравствуйте! Вы смотрите «Стереотипы» на СТС Курск. В мире живут миллионы интересных и неординарных личностей, которые каждый день ломают стереотипы. И наша задача – найти таких людей в Курской области. Предлагаю взглянуть на привычные вещи с другой стороны. Что там у нас сегодня? О! Все мужчины любят футбол. Нельзя не согласиться, что футбол – это самый популярный вид спорта на всей планете. И с этим уже ничего не поделаешь. Ну, наверное, поэтому любовь к футболу для мужчины – это как установка по умолчанию. Кто? Мальчик? Отлично! Будем вместе разбирать мою шестерку, ходить на рыбалку и смотреть футбол. Вот мне кажется, что футбол – это во многом семейное увлечение. Ну, посадите сами. Если маленький мальчик постоянно видит папу, который смотрит футбол по телевизору, у него будет мало шансов подсесть на шахматы. Если бы самым популярным видом спорта в мире были шахматы… Так, сегодня чемпионат мира по шахматам. Надо пораньше отпаситься с работы. Ну, куда ты ходишь? Лошадью ходи, лошадью! Да, да, шахмат! Ну, не шахматы смотрят миллионы людей каждый день по телевизору, а футбол. Ну, так сложилось. И понятно, почему. Все дело в адреналине. Археологические раскопки доказали, что некий предок футбола был еще в Древнем Египте. Ученые обнаружили здесь не только изображения играющих в мяч, но и сами мячи. Историки утверждают и то, что игра в мяч ногами была любима китайскими воинами за две тысячи лет до нашей эры. И то, что прародителей футбола следует искать даже в Древнем Риме и в той же Древней Греции. В средние века футбол практиковался во многих странах Европы. В него играли, невзирая на запреты. Даже великий Леонардо да Винчи, которого современники характеризовали как человека, сдержанного в проявлении эмоций, не остался равнодушным к этой игре. С тех времен мало что изменилось. Для болельщиков футбол это способ выплеснуть эмоции, забраться дружной компанией, ну или посидеть дома перед телевизором, и чтобы никто из домашних даже близко не подходил. Футбол это отдых. Футбол это способ абстрагироваться, забыть о своих текущих проблемах и почувствовать себя сопричастным к чему-то большому и значимому. А так как в обществе принято считать, что мужчина подвергается колоссальным эмоциональным нагрузкам и почти не имеет свободного времени из-за постоянной занятости на работе, то никто не вправе лишить его возможности смотреть этот чемпионат. Футбол это святое. Так что если вы на самом деле к футболу равнодушны, вы всегда можете воспользоваться этой футбольной лазейкой, чтобы улизнуть из дома на вечерок-другой. Вас все поймут. Стереотип работает. Проверено. Все мужчины любят футбол. Так ли это? Если мужчина к футболу равнодушен, становится ли он от этого менее спортивным или менее мужественным? Нужно ли вызывать психолога, если ваш муж вместо того, чтобы смотреть чемпионат мира в спортбаре, находится дома с семьей? Сейчас узнаем. Дорогие друзья, мы находимся в самом центре города Курска, в самом сердце курского футбола, футбольный клуб «Авангард». Здравствуйте. Итак, знакомимся с нашими сегодняшними героями. Константин. Здравствуйте, Константин. Как поживаете? Отлично. Прекрасно. Между прочим, Константин мужчина, как вы все прекрасно заметили. И он, да-да-да, равнодушен к футболу. Абсолютно. Это правда? Да, это правда. Есть у нас супер-сюрприз. Наверное, данный выпуск разобьет два стереотипа сразу. Вторая наша героиня, пожалуйста, знакомьтесь, это прекрасная Ангелина. Ангелина, здравствуйте. Добрый день. Ангелина, между прочим, активная футбольная болельщица, да? Да. Серьезно? Серьезно. Никто не верит в основном, но это так. Ничего себе. Итак, дорогие друзья, что мы имеем? Мужчина, который равнодушен к футболу, девушка, которая любит футбол. Итак, наш сегодняшний стереотип – все мужчины должны любить футбол. Константин, скажите, пожалуйста, вы согласны с этим стереотипом? Существует он на данный момент или уже нет? Стереотип существует. Существует. Считается, что все обязаны смотреть все матчи и не понимают, когда люди уходят куда-нибудь гулять. И при этом не смотрят ни футбол. Не знают, кто такой Киржаков, наверное. Вот, а вы знаете, кто такой… Ну, его, наверное, все знают, кто такой Киржаков. Проще говоря, проще говоря, не любишь футбол – не мужик, да? В двух словах. Ну, да, бывает такое. Константин, сталкивались ли вы когда-нибудь с этим футбольным стереотипом? Когда, допустим, вы приходите в компанию своих друзей, сидите нормально, общаетесь, потом все уходят смотреть футбол, а вы остаетесь один на кухне. Вот было такое? Да, с этим сталкивался. Но тут есть свои плюсы, причем много плюсов. Много чего остается на столе. Ангелина, скажите, пожалуйста, вам бы мог понравиться молодой человек, который к футболу равнодушен? Ну, да, мог, почему нет? То есть для вас это не принципиально? Ну, он же не виноват, что ему не нравится футбол. Вдруг ему нравится, там, допустим, хоккей. Хоккей я тоже люблю. Если, допустим, мужчина, ваш знакомый, начнет вышивать, как вы к этому отнесетесь? Если я узнаю вдруг, что мужчина любит вышивать, мне такие пока еще не встречались, ну, что не странно. Но если я вдруг такого встречу, будем вместе вышивать, я тоже вышиваю. Отлично, отлично. Ангелина, скажите, пожалуйста, с чего началось ваше увлечение футболом? Еще в раннем школьном возрасте начала с ребятами играть на стадионе. Почему-то они меня брали в команду. Я уже не помню, наверное, получалось у меня играть. И позже в разговоре с одноклассником уже разговор зашел о том, за какой клуб я болею. И он мне сказал, что есть такой прекрасный клуб Ливерпуль. Ну, действительно, я посмотрела финал Лиги Чемпионов 2005 года. Ливерпуль-Милан, там просто очень интересная игра была, захватывающая. И я поняла, что Ливерпуль это... Ну, я просто вот болеющийся Ливерпуля, и теперь вот футбол это уж точно мое. И все это Ангелина сказала на фоне флагов подвольного клуба «Авангард». Но ничего страшного. Спорт есть спорт, дорогие друзья. Ангелина, вы ходите на стадион? Болеете вообще за курскую команду? Ну, честно сказать, я верна Ливерпулю. Мне кажется, одной теории мало, и поэтому я предлагаю приступить к практике. И прямо сейчас, дорогие друзья, одна прекрасная хрупкая курянка будет учить двоих мужчин играть в футбол и обращаться с мячом. Это будет что-то невероятное. Мне кажется, вот максимум она набила 20 раз, да, мы насчитали, или 25. Я тоже сбился со счета, на самом деле. Но я и двух раз не могу, поэтому, мне кажется, Ангелина достойна аплодисментов. Константин. Итак, Константин, какое будет ваше ответное слово? Вот Ангелина показала нам кое-что с мячом. Чем же вы ответите? Мы ответим доской. Доской? Доской. Неужели это будет... Сноуборд. Мы находимся в урочище Крутой Лог, и совсем скоро мы будем скатываться с этой замечательной доски. Я, честно говоря, не представляю, как это будет выглядеть, но мы посмотрим. А сейчас Константин в качестве ответного слова покажет, какое же у него активное хобби. Ну что же, мы начинаем. Санки это было раньше, это было в детстве. Лыжи тоже были в детстве. Надо же взрослеть. Лыжа стала шире, больше и длиннее. Эмоций особо никаких. Эмоции бывают перед, когда ты смотришь вниз на гору и думаешь, елки-палки. Эмоции бывают после, когда ты уже спустился, смотришь вверх на гору и думаешь, ого. Посмотрите на эту прекрасную девушку, которая через несколько секунд в первый раз в жизни скатится на сноуборде с огромной снежной горы. Ангелина, какие ощущения? Ну пока, честно говоря, никаких. Я прям в предвкушении этого спуска. Ну страшновато. Ну не знаю, попробуем. Для Ангелины нам нужно дать несколько советов, так же, как и для всех начинающих сноубордистов. Константин, парочку-троечку советов. Вот что нужно делать, о чем думать, на что обратить внимание, когда ты в первый раз в жизни становишься на сноуборд и скатываешься? Ну, во-первых, быстро не разгоняться, во-вторых, не паниковать и, в-третьих, падать назад на спину. Ну, я бы сказал, падать это, во-первых, надо было для новичка. Ну что ж, посмотрим, как Ангелина справится. Возможно, мы ее недооцениваем. Стоп, 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 снято. Ну что ж, друзья, вы увидели фееричный спуск Ангелины в первый раз в жизни на сноуборте. Как впечатление? Ну, я думала, будет страшнее. Ничего, нормально. Согласитесь, это не менее интересно и весело, чем футбол, правильно? Ну, конечно, футбол летом, сноуборд зимой. Отличненько, дорогие друзья, вот и наш сноубордист вернулся. Ну что же, сегодня мы убедились, что есть девушки, которые любят футбол, есть молодые люди, которые к футболу равнодушны. Но самое главное, не смотрите спорт по телевизору. Занимайтесь активно спортом сами, как, например, Костик. Хоть футбол не смотрит, но на борде катается здорово. Итак, я считаю, что стереотип мы развенчали. И сейчас Константин, как человек, который его развенчал, порвет эту бумажку. Все. Отличненько. Не все мужчины любят смотреть футбол, но от этого они не становятся менее спортивными и настоящими мужчинами. Дай как. Сегодня мы убедились, что не все мужчины любят футбол. И не все женщины его ненавидят. И это нормально. На самом деле не важно, любишь ты футбол или не любишь. Главное, чтобы человек был хороший. Огромное спасибо нашим сегодняшним героям. Ангелине за мастер-класс по работе с мячом. И Константину за возможность покататься с ветерком на сноуборде. Это было потрясающе. И напоследок. Болеть за любимую команду – это прекрасно. Но болеть только на диване уже не совсем спортивно. Найдите время, чтобы заняться спортом практически. И не важно, футбол это будет, лыжи или водное поло. Помните, движение – жизнь. Наша спортивная агитация на этом пока закончена. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова